Всем привет, друзья! С вами Яков. Сегодня поговорим на интересную тему. Хочу с вами обсудить один вопрос, который задали в одном из моих видеороликов в комментариях. Звучит он примерно следующим образом. Кто вообще покупает вашу рассаду, если ее можно вырастить самому? И этот вопрос я еще сам себе задавал по началу своей работы. Поэтому я могу предположить, что этот вопрос задал или новичок, или человек, у кого вообще нет опыта именно в бизнесе на рассаде. Я выписал причины, кто покупает, почему и почему все-таки бизнес на рассаде выгодный. И действительно стоит им заниматься. Вообще, казалось бы, сам вопрос логичный, потому что вырастить свою рассаду здесь очень много плюсов. Это ты и знаешь, какой сорт ты точно выращиваешь, ты вырастил это своими руками, ты знаешь, чем ты кормил эту рассаду, как ты за ней ухаживал и так далее. И вообще сам по себе процесс интересный. Из одной маленькой семечки вырастить рассаду, а затем уже большой куст, собирать с него помидоры, огурцы и так далее. Много преимуществ, я не спорю. И выращивать свою рассаду это очень хорошо. И плюс еще, если подумать логически, ты покупаешь семена раз в 10 дешевле, чем ты покупаешь саму рассаду, которую продают на рынке. Но несмотря на это, бизнес на рассаде все равно очень актуальный, популярный. Вы можете на рынках встретить большое количество рассады в мае, в июне месяце. Ее покупают очень много. И мы переходим к причинам. Почему ее покупают, кто ее покупает и так далее. Первое. Чтобы вырастить хорошую качественную рассаду, нужны условия для выращивания рассады. Сейчас я не касаюсь увлеченных садоводов, которые всегда найдут место и в комнатных условиях, где-то на даче выращивают. Я говорю об общей массе людей, о потребителях, которые покупают нашу рассаду. То есть уже, так сказать, готовую продукцию. Они не могут вырастить эту рассаду, потому что банально просто нет места лишнего в доме или в квартире, например. Или в доме нет подходящих условий, таких как температура стабильная. Плюс 18, плюс 20 градусов. Не выше и не ниже, как говорится. Нету хорошего, сильного освещения. Без качественного освещения рассада будет вытягиваться. Допустим, в комнатных условиях может быть сильно сухой воздух. А для многих культур это недопустимо. И так далее. То есть первая причина. Нету нормальных условий для выращивания рассады. И поэтому наш покупатель ее и не выращивает. Следующая причина. Для многих дачников и огородников действительно выгоднее купить готовую рассаду, чем самостоятельно вырастить ее из семян. И тут причина время. Потому что от семечки до рассады, готовые к высадке в грунт, нужно порядка 2-3 месяца. А это тратить нужно свое внимание, время, ухаживать за ней все это время. И для многих просто-напросто потратить 2-3 тысячи рублей не является большой проблемой. Многие люди просто эти деньги заработают где-то в другом месте, где-то у них лучше получится. Купят готовую рассаду, высадят в огород. И вот большинство потребителей, покупателей именно так и мыслят. Следующая причина. Рассада может просто не получиться. Люди, которые выращивают рассаду, пробуют. Допустим, первый раз посеяли, посадили. Но что-то пошло с рассадой не так. Или семена не взошли. Или рассада получилась тонкая, вытянутая. Или напала черная ножка. А в огород нужно высаживать. Место готово, поэтому деваться некуда. Необходимо идти покупать рассаду на рынок. Следующая причина звучит примерно так. Каждый должен заниматься своим делом. Тут я подразумеваю следующее. Что хорошая, качественная, крепкая рассада в основном получается в парниковых, в тепличных условиях. У людей, которые занимаются этим не первый год. Знают, как закалять рассаду. Какие сорта лучше подобрать. В какое время посеять. Как пропикировать. То есть, это большой объем работы с этой рассадой. Какие подкормки. Чем обработать от вредителей. Чтобы рассада действительно была хорошего товарного вида. Чтобы человек обо всем об этом не думал. Пришел, купил хорошую, готовую, крепкую рассаду. Ему рассказали, какой это сорт, как за ним ухаживать. И все. В принципе, готовое решение. Поэтому человек и покупает готовую рассаду. Следующая причина – это любовь к растениям. Увлеченные садоводы, огородники, которые любят растения. Которые сами даже, казалось бы, занимаются. Вот в нашем случае выращиваем сотни видов различных растений. И можно сказать, любое растение сами можем вырастить из семян. Из, допустим, свои семена ставить. Но каждый год, каждый год, и бывая на рынках, и вообще у своих конкурентов, так сказать. Я покупаю что-то новенькое. И трачу очень хорошие деньги на какой-то новый посадочный материал. Что-то новое высадить себе на участок. Какую-то рассаду даже овощных культур. Как бы я на это даже деньги не жалею. Я понимаю труд, который тратится на выращивание этого дела. Это во-первых. А во-вторых, я это просто люблю. Я даже порой не задумываюсь, как ее вырастили. Что на это было потрачено. Я вижу товар, который мне нравится. Цена меня устраивает. Я и покупаю. Вот как увлеченный садовод. А люди, которые увлечены чем-то, они на это деньги не жалеют. Поэтому покупали и будут покупать. Следующая причина для новичков, которые не полностью разбираются в рассадном бизнесе, что и как. Большая часть, наверное, даже рассады, которая представлена на рынке. В нашем бизнесе так это точно. Это растения, которые размножаются вегетативным способом. Черенкованием, укоренением черенков, укоренением листьев, делением корня и так далее. Которые передают свои сортовые признаки только вегетативным способом. То есть, собирать с них семена особо смысла нет. Они могут не повторить свои материнские качества. Поэтому много таких растений, которые выводятся с селекционерами, уникальные. И везде подряд их просто не встретишь. И поэтому ты не найдешь семян, которые тебе нужны. Допустим, петуни какой-то определенной звездной серии. Ты семян просто не найдешь и не вырастешь самостоятельно. И деваться некуда, если ты увидел на рынке какое-то определенное растение, которое тебе очень нравится. То далеко не факт, что ты найдешь этот сорт в семенах. И тебе придется потратить деньги и купить это растение, если ты его хочешь. Вот примерно так. Такие мысли и наблюдения у меня сложились по ходу дела моей работы за все время. Как я отвечаю себе на этот вопрос. И в заключение я хотел бы сказать, что вообще даже не важно, какие причины, зачем, почему покупают. Можно обо всем этом даже не задумываться. Обо всем, что я сейчас сказал. Мой ответ на этот вопрос такой. Если есть спрос, будет и предложение. Какая разница, почему люди покупают, зачем. Если люди готовы тратить свои деньги на это, то это хорошо. Этим нужно пользоваться и зарабатывать на этом. И как мы видим, бизнес на рассаде, он был, есть и остается выгодным. Я надеюсь, так и будет продолжаться в дальнейшем. Бизнес на рассаде выгодный даже в тяжелые времена и остается. И поэтому мы продолжаем им заниматься. Вот примерно так, друзья. Желаю вам хороших урожаев. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Здесь будет много полезных видео по растениеводству. А также группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки в описании под этим видео. Переходите, подпишитесь, друзья. Там много полезных материалов по сельскому хозяйству и растениеводству. На этом у меня все. Всем пока.